Продолжение следует... Агрессивный фиброматоз составляет до 0,16% от всех саркоммерких тканей. Приблизительно это получается до 10% всех сарком. Если эти грубые расчёты перевести в реальные цифры, к сожалению, чёткой статистики у нас в стране по агрессивному фиброматозу нет, то мы получим около 400 новых случаев новых пациентов в год с диагнозом агрессивный фиброматоз. Такая редкая выраженная оттаменность явилась причиной того, что эти результаты впервые в нашей стране громко были озвучены во время первого Всероссийского конгресса, посвящённой редким опухолям. Сейчас я практически повторяю то же самое. Опухоль имеет очень высокий процент локального рецидивирования по разным авторам до 70%. Но вместе с этим больные живут достаточно долго, так как болезнь не метастазирует, больные погибают от локальных рецидивов. Пятилетняя и десятилетняя выживаемость составляет, соответственно, 80 и 70%. Достаточно чётко и интересно была выставлена роль бета-катонина как мутации гена CTNN-B1 в дифференциальной диагностике. И дальше я покажу слайдом в прогнозе болезней. Гистологический дифференцированный ряд для дифференциального диагноза состоит из неких реактивных фибробластических и миофибробластических процессов. Чаще всего это доброкачественные опухолевоподобные заболевания, фибромагарднера, фибромиксосаркома, солитарная фиброзная опухоль и так называемая болезнь Ормонда — это склерозирующий мезентерит. И роль бета-катонина в дифференциальной диагностике в этом ряде играет некую важную роль в агрессивном фиброматозе. Основные параметры, характеризующие прогноз при саркомах мягких тканей, локализация разницы в возрасте в край, при десмойде имеют очень условную роль за исключением локализации. И 10-летняя безрецидивная выживаемость при локализации опухоли в передней брюшной стенке составляет 88%. Остальные локализации имеют худший прогноз — 60%. Это привело к тому, что это лежит в основе того, что агрессивный фиброматоз делится, в принципе, на две большие клинические группы — абдоминальные и экстраабдоминальные. Если говорить о крае резекции, то за исключением абдоминального десмоида, где край резекции имеет такую же важнейшую роль, как при саркомах, то при экстраабдоминальном поражении микроскопический край плюс или минус четкую и явную роль в пятилетней выживаемости без признаков болезни не играет, к сожалению. И те результаты, которые показывают даже достоверные различия по краю, в этих исследованиях были включены пациенты с абдоминальной формой десмоида тоже. Я уже сказал, что для расположения в передней брюшной стенке край имеет очень важную роль. Достаточно интересная прогностическая роль белка бета-котенина. Несколько исследований, где четко было показано, что мутация гена, в частности, в третьем экзоне, в кадоне 45, является прогностически неблагоприятным признаком, говорящим о том, что пациенты будут жить достоверно хуже. Болезнь будет протекать быстро и бурно. Реальность или вымысель? Конечно, это реальность. Реальность — тактика look and stay. В течение долгих лет специалисты, которые занимаются лечением, ну и наблюдением за пациентами, у которых диагностирован агрессивный фиброматоз, отмечали интересный факт. Некоторые пациенты, как мы все знаем, могут и получают долго пероральные препараты, в частности, нестероидные и противовоспалительные препараты, в частности, ингибиторы COX-2 или индометацин. И на этом фоне, есть и данные в литературе, на этом фоне опухоль растет медленно или перестает расти. Однако по необъяснимым причинам некоторые пациенты переставали пить препарат, и опухоль также не увеличивался месяцами, даже годами. Это все являлось некими неогласуемыми фактами, мы просто знали об этом, и иногда пациенты, не получая препарат, просто наблюдались, до той поры, пока начали появляться, мы не могли им как и рекомендовать это как некий стандарт или как подход к терапии, до той поры, пока не появились уже большие публикации. Впервые об этом появилась публикация в 2009 году, где было показано, что пятилетняя выживаемость без прогрессирования практически одинаковая у пациентов с рецидивными и у пациентов с первичными опухолями. В статье было достаточно четко объяснено это тем, что если мы имеем в виду, если мы имеем саркому, то мы четко знаем, что рецидив имеет намного хуже прогноз, чем первичная опухоль. А при агрессивном фиброматозе оказалось, что и рецидив, и первичная опухоль иногда могут очень долго не меняться, не расти и даже подвергнуться спонтанной регрессии. Это приводит к тому, что пациенты с первичной и с рецидивной опухолью, некоторая группа пациентов, могут жить одинаково и одинаково долго. Публикация 2011 года, где было показано некоторое даже уменьшение агрессивного фиброматоза в зоне дельтовидной мышцы, период наблюдения составил 6 месяцев. Следующая публикация появилась, которая была для нас интересна в 2017 году, где на большом клиническом материале были приведены четкие примеры, как это абдоминальная локализация, внутрибрючная локализация опухоли. В течение 5 лет динамического наблюдения пациент не получает никакое лечение, отмечается резкое уменьшение опухоли. Опухоль расположена под лопаткой в мягких тканях спины. В течение 8 лет пациент наблюдается с неким процессом спонтанной регрессии опухоли. Аналогичные данные имеем мы в нашей клинике клиники Национального медицинского центра онкологии имени Николая Николаевича Блохина. Я покажу несколько примеров. Пациент с зоной поражения левого предплечья в течение года наблюдения нет никаких изменений, осталась протяженность, толщина и глубина поражения практически одинаковая. Это же больной исследование в другом режиме. Если вы обратите внимание, мы начали за ним следить в октябре 2015 года. Последнее исследование уже теперь есть 2019 год. У пациента отмечается увеличение на 5-6 мм. А здесь демонстрировано 2017 год. Размеры образования остаются такими же. Тот же пациент, другой срез. Пациент 54-х лет. Впервые диагноз был установлен в 2017 году. Здесь имеется третий уже рецидив, за которым мы наблюдаем с 2015 года. Извините. С 2015 года. Образование в течение трех лет не меняется. Четкие неровные контуры размеры остаются такими же около 8 на 5 см. Тот же больной, другой режим изображения МРТ. Мы видим, что в течение двух лет без изменений наблюдается образование в зоне плеча. Другой пациент с поражением также полеча. Это первый рецидив. Первый диагноз был у пациента установлен в 2013 году. За период наблюдения, начиная с 2016 года, 2016 год, 2017 год, мы отмечаем некоторые изменения структуры опухоли. Нарастает компонент, который достаточно четко визуализируется. Если говорить о размерах, то мы видим уменьшение размеров в процессе динамического контроля. Я еще раз повторю, что пациент не получает никакого лечения. Поражение ягодичной области январь, 2014 год, диагноз впервые установлен в 2013 году, доступный для демонстрации изображения 2014-2017 год. Видим уменьшение размеров образования. Не мешает у меня на экране. Четкое уменьшение размеров образования. 2014 год, 2017 год. Другой пациент достаточно обширным и с очень сложным поражением у пациента десмоид агрессивный фиброматоз, поражает стопу и практически всю голень. Диагноз установлен в 2011 году. В период наблюдения в течение 4 лет мы отмечаем нарастание фиброзной ткани и медленный такой достаточно незначительный рост в течение в пределах до 5-6 мм в течение года. Нарастает солидный компонент. Все эти наблюдения естественно привели к тому, что в стандартах и в рекомендациях терапии агрессивного фиброматоза появилась новая опция, новая тактика. То, что агрессивный фиброматоз включен в группу интересов специалистов онкоортопедов мы все прекрасно понимаем и знаем. В американских стандартах лечения о агрессивном фиброматозе говорится в блоке сарком мягких тканей. Тут представлены два блока. Это забрюшинная и внутри админальная локализация. Это голова шея и туловище и конечности. Во всех есть отдельно выделяется форма агрессивного фиброматоза и дается указание на блок лечения агрессивного фиброматоза. То есть лечится одинаково. Находится он за брюшин внутри брюшной полости на голове шеи конечностях и туловища за исключением передней брюшной стенки, как я уже в начале говорил. И до начала терапии агрессивного фиброматоза все пациенты должны быть обсуждены на мультидисциплинарной некой конференции с участием команды, которая занимается лечением сарком. Это четко указывается в физических рекомендациях американских онкологов. И вот лечение агрессивного фиброматоза как такая же картина и в европейских рекомендациях. Здесь речь идет в первом блоке о операбельном процессе. И мы имеем две опции. Начинаем лечение или наблюдаем. Вот это и называется look and stay. Наблюдаем за больным при стабильном состоянии, продолжаем наблюдение. Когда есть прогрессирование, именно как раз прогрессирование, которое оценивает специалист, который имеет опыт лечения этих больных, мы переходим на этап лечения. Естественно, там есть и хирургия, и радиотерапия, и лекарственное лечение. Второй блок касается неоперабельных письмоидных опухолей или тех процессов, которые могут привести к выраженным калечащим операциям с выраженными функциональными нарушениями. Также одна из опций это обследование контроля. Look and stay. Мы ничего не делаем, наблюдаем за пациентом. При возникновении факта прогрессирования начинаем терапию с всеми возможными методами, которые есть, которыми мы владеем. На данном слайде это очень сложный слайд, на самом деле там информации очень мало, поэтому я не перевел на русский язык, извините. Это консенсус между ERTC, между группой по лечению постных и мягкотанных сарком ERTC и европейский Euronet сарком пациент Euronet. Консенсус говорит о том, что в начале, когда мы диагностируем чаще всего в течение первых двух-трех лет, пациенты в лечении не нуждаются, а нуждаются лишь в динамическом контроле и наблюдении. В случае прогрессирования, если речь идет о опухолях передней брюшной стенки, я уже сказал, используется хирургия или гормональная терапия, если идет речь о локализации внутрибрюшной, забрюшенной, конечности, туловища, то мы используем все возможные варианты лечения. в любом случае, когда возникает рецидент, мы также опять начинаем с тактики watch and wait, ну посмотри и подожди, look and stay, это все одинаково звучит, посмотри и подожди. Агрессивный фиброматоз, тактика посмотри и подожди, кому, кто и когда, кому, я сейчас попробую рассказать, кому, это всем больным, у которых есть операбельный процесс, нет симптомов, не ухудшается качество жизни, последующее увеличение не приведет к расширению хирургии или больным, у которых есть операбельный процесс, но показана калечащая операция или больным, у которых есть операбельный процесс, но запланированная хирургия приведет к выраженным функциональным косметическим дефектам. А также эта тактика возможна для использования у пациентов, у которых есть неоперабельный процесс с высоким риском осложнения летальности, но у которых на протяжении некоторого времени нет симптомов, не ухудшается качество жизни. Кто должен определить такую тактику? Достаточно чётко могу ответить, что тот специалист, у которого есть доступ ко всем вариантам лечения агрессивного фиброматоза и тот, который имеет некий опыт в лечении десмоидных опухолей. Омкоортопед – крупное отделение, специализированное отделение по лечению сарком, мягких тканей и костей. И когда? Когда я уже показал в клинических рекомендациях американских. Всегда. Всегда, когда мы имеем первичную опухоль, когда мы имеем рецидивный процесс и когда есть сочетание операбельного процесса с теми признаками или неоперабельного процесса, который не ухудшает качество жизни и пока течёт бессимптомно. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...